Мы не построили до конца. Вот смотрите, какая книга, главная книга должна быть в доме всех. Как называется? Бибания? Неправильно, считай снова. Библия. Библия, Библия. Это Библия. Библия означает книги. Там волю Божию узнаем, как Иисус Христос возлюбил мир. Как умер, как распят был и как воскрес. Чтобы люди жили для Бога. Тогда будут любить друг друга, не будут пакости делать. А тебе сколько лет, дедушка? Откуда? Сколько лет? Мне 81 год, сынок. Внученок. А нам по 14 лет. Вы можете зайти на наш YouTube-канал. У нас очень большой YouTube-канал. Весь духовный. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Вот заряди. Во свете Библии, канал. Что смеешься? Ты не ругайся только. Не ругайся. Я тебя видел в видосах. Где видел? В YouTube тебя видел. Так у меня большой... Ты понравился сейчас... Да, большой у меня YouTube-канал. Во свете Библии. Во свете этой книги. Я понял, понял. Вы можете... Ну, слава Богу. Желаем вам доброго. Жить во Христе открыто, чисто. Я вам желаю. Мы строим православную деревню. Где ни пить, ни курить, ни материться нельзя. Ни воровать. Это хорошо. Это Алтайский край. Потому что люди живут сегодня одним днем. Не думают о вечности. Вот сейчас вот только с вами начнешь говорить, вы пить начнете что-то. Хлюпать. Нет. Нет, я не пью. Ну, 50% голые, вот как вы. Кого нет-то? И процентов 90 из этих. Мусульмане. Самое развратное. Все здесь. Платок-то. И все будет по-другому. Видно будет, что ты целомудренная женщина. А так-то, как распутная блудница. Разве можно так? Не, нихуя, дед. Во, прорвало как. Его даже в комнату нельзя пускать поганца. А он воздух отравляет. Все, все, не души, не души, дед. Пожалуйста, не души, блядь. Видишь-ка, у него больше ничего нет. Ля-ля-ля-ля-ля. Он моложе меня раза в три. И представь, ничего кроме блуда, то он не знает. Мозги-то спалил блудом. Курит, наркоман. И ты в комнате его держишь, поганца. Выгони его. Нормально, извини, дед. Нормально. Нормально. Спрятался таракан ползущий. Вылезь оттуда. Не понял, блядь. Ну, выйди оттуда-то. Устыдись. Женский пол перед тобой. Поганец такой. Я под столом, блядь. Ну, залякал. Выйди оттуда. Трус презренный. Свою жену оставил и ползаешь по чужим. Ну, еще сидит там. Боится. Выгони его оттуда, чтобы он воздух не отравлял. Не отравляет. Как падаль вонючая. Слова какие говорит. Хам. Сто процентный. Да извини, я же изменился, дед. Ты что? Ну, нельзя же так жить. Я пришел с великой миссией для вас. Рассказать, как жить надо. О Боге, о вечности. Ты в интернете понимаешь? А вы зайдите на наш ютуб-канал, которым их равных нету в мире. А мы сейчас в Библии поедем. Вылазь оттуда. Ты не пожалеешь, что встретились. Я молился, чтобы человека Бог хорошего послал. Ты же не дурной. Что-то на себя напускаешь гниль всякую. Вылазь оттуда. Если бы я мог, я был так шелком пальцем. Хоп. За ее спиной. Выходи. Выходи. А то сейчас она выключит и все. Подкаблучник презренный. Вылазь. У вас там женат. Давай, вытащи его оттуда. Тряхни его. Мы пришли... Я делаю их за. Мы пришли вам рассказать о вечности. Как жить надо для Бога. Он не знает, с кем разговаривает. А когда узнает, он просить прощения будет. Мы строим деревню православную из стуля. Где нельзя... Деревня. Нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. У нас ни абортов, ни одного нет. Ни развода. Это мало? И учатся все почти с красными дипломами. А мне не спорю. Не завидуй. А мне не спорю. Вылезь оттуда, таракан ползущий. Его нет. Нет. Давай, выходи. Нет. Его нет в комнате. Никого нету там? Так, так, так. Сатана звуки издает. Бесы прячутся, их не видно. А потом явятся, человек с ума сходит. Видишь как? Так, я вам назову наш ютуб-канал, можете посмотреть. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. И заглушает, не дает глушитель. А как Бога зовут? Во свете Библии Игнатий Лапкин. А как Бога зовут? Я и говорю, отвечаю как. Это канал так называется. А скажи имя Бога. Подожди, подожди, подожди. Я могу. Вы видели его? Видишь, он не дает разговаривать. Ты же какой хитрец. Вы Бога видели? Так, вылазь оттуда, вылазь. Вы видели Бога? Так, это дьявол кричит так, нет Бога. 3000 лет назад было сказано у Давида, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добро, нет ни одного. Он просто сказал. Жить с Богом радостно. Мы свидетельствуем о великой милости Божией, явленной каждому человеку, что Бог возлюбил мир и отдал за мир Единородного Сына Своего Иисуса Христа, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Вы можете, если бросить курить сейчас, пока разговариваем? А то у нас не положено разговаривать, когда человек убивает себя. Извините, тогда вы не того, наверное, собеседника. Я там твой. Да. И Бог не покинул человека, а изрек свою волю. И мы знаем, что возлюбил Он человека и послал на землю Сына Единородного, Иисуса Христа, который умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. Батя, как тебя зовут? Я зовут как. А вам что это даст, что вы будете знать? Мне интересно, с кем я общаюсь. Да вы тоже забудете. Хотя мы полезны, можем друг для друга. Я Лапкин, Игнатий Тиев. Мне просто интересно, как такого святого человека занесло в такой час. Не бабжи ты здесь ищешь, правильно? А просвещаешь людей, да? Я не могу с вами говорить. Вы на полусловие прерываете. Говорите. Полчаса вы, потом полчаса я. О, нет, спасибо, ладно. Давай, с наступающим Новым годом. Пока. Да уже говорили это. Поздравления эти, ничего не значит. Шли, говорит, Новый год. А Новый год это старые грехи. Надо от старого отстать, благодарить Бога, что Он продлил жизнь. Чтобы жить для Бога, тогда все по-другому будет. Ни болезнь, ни смерть, ни война, ни плен. Потому что все доверяем Богу. Он заботится о нас и делает то, что самое лучшее. У тебя на душе спокойствие. Не будешь душу рвать. Вы заходите. А вы не скиньте 100 рублей на карту. На что? На карту. А как это? Что такое? Карта? Ну да. Ну карта это. Она говорит, скиньте мне 100 рублей на карту. Да что же ради-то будут скидывать? У меня, даже если бы было, не дал незнакомому человеку. А куда ты их 100 рублей будешь? Да и просить так неудобно. Мне как каплю. Да нет. Не потому что у меня нет. У меня пенсия есть. Самая маленькая. Ну, мы теребим эту пенсию, то на нуждающихся отдаем ее. У меня почти все уходит куда. А чего ради просишь-то? Еще не надо. Просто так? Как так? Это нехорошо. За это перед Богом отвечать надо, потому что это милостыня. Это очень непросто. Вот у меня был порядок такой. Я завел его еще, ну, раньше, когда работал. Бывает, я проповедую где-то, а кто-то подойдет и мне в карман сунет. Сколько? Ну, 5 рублей. Я гляжу, 5 рублей. То у меня закон был, я должен отдать эти деньги, а к ним приложить свои, хотя бы 2 рубля. То есть мне чем больше дают, тем я беднее делаюсь. Так я как огня боялся вот так. А уж просить где, дайте мне. Мне 81-й год, и я никогда не буду этого делать. Если я где-то просил на дальнее путешествие, так я не для себя делаю, а миссионерское путешествие. Так что вы на будущее имейте в виду, люди поймут неправильно обвинять тебя в нехорошем. А зачем тебе? Ты хорошая девочка. Вот я здесь сколько? Уже 5-й месяц. Это первый человек, который попросил денег. Никого таких еще не было. Значит, это явление. Ну, тут много всякой пакости творят, а вот просить денег не было. Значит, это необычно. Сразу истреби из себя этого. Никогда. Чтобы не было. Ты сама поймешь потом. Я тебе желаю блага, добра. Вот у нас отец с фронта пришел, у него руки нету. И с мамой вместе они полкласса не кончили. И нас 10 живых ребятишек. 5 девочек, 5 мальчиков. И никогда не просил отец ни у кого. Мы бедно жили. Но все дети здоровые. Ни одного больного нету. А чтобы просить, нет. Вот отец пасет, а у него сколько? Ну, допустим, 10 овечек. И он как бы за рог дает перед Богом. Вот если отпасусь, они еще не потеряются, то полбарана, тут бабушки живут беспризорно, им и относили. Они сделают. То есть, кому подать, а не где взять. Блажение давать, чем брать. Потому что брать – это отвечать перед Богом за это. А давать – это награда от Бога. Ты вот наоборот скажи, кому дать 100 рублей? Вот тогда дело другое. А дайте мне скажи, зачем она продажная, что ли? Ты же хорошая девочка. Жизнь только начинаешь. Я тебе говорю добрые слова. Тебя как звать-то? Кристина. Кристина? Да. Ну, это видишь, тем более у тебя имя-то такое божественное. Ты как бы сродни от слова «крест». Крест страдания Христова. Если духовные вопросы какие-то есть, ты можешь задать, Кристина. Я постараюсь ответить, потому что я много занятий вел в университетах, везде. Да нет, нет. Нет. Ну, а ты запомнила, что у меня как найти, если потребуется? В скайпе Игнатий Лапкин. Хорошо. У нас большой канал называется «Ютубе». Во свете Библии Игнатий Лапкин. Огромный, огромный просто материал. Такого нигде в интернете нет, как у нас. Нигде. Вообще нету. У меня 18 тысяч. 18 тысяч 650 роликов наших. Представляешь, что такое? И просмотров 44 миллиона. И все они не просто так развлекательные, а обоги. Вот восстанавливаем землю. Я начальник детского лагеря был 45 лет, да еще 3 тут в ином формате. И все это делали бесплатно. Бесплатно. Бывает многодетное. Мы старались где-то что-то достать. Я обращался за помощью. Муки, крупы дают. И чтобы помочь бедным. У нас девочки, мальчики были. Иногда бедные очень. Так мы старались им еще платье там еще шить. Набелеть денег даже дать. Это не просто так. Примобоги, который сотворил мир. И отрицать, что Бог сотворил вселенную, может, Монтень говорил, у гроба близкого человека под звездным небом только совершенно безумный или преступник. Выбор-то небольшой. Ну, уходи отсюда. Уходи. Просто, мужик, я не верю в Бога. Ну? Потому что я верю в сам себя. Главное, сам себя. Этого гнилья полно везде. Себя верить. Более дурного ничего нет. Себя. Лег спать, и вера кончилась. Умер и кончилась. Так а сколько вер? Разве это может объединять? Я в себя. Ты не творил мир, ни солнца, ни звезды. А я в себя верю. Дурак, и все. Никто по-другому не назовет. А почему? Три тысячи лет назад псалмопевец Завид написал, тринадцатый псалом, сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. Вслух нельзя было сказать, его убили бы. Они совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Нет ни одного. Вот и причина. Только ни за чего не отмечать. Это блудник, вор, матерщинник. Как раз неверующий, у тебя тормозов никаких нет. И после пищеварительного процесса сойти в ад, в могилу. Ладно, дружи, мы с тобой ничего хорошего не придем. С наступающим тебя праздник и новогодний. Нет, нет, нет. Вы не уходите. Я с великой миссией пришел, еще раз говорю. Рассказать о воле Божией. А вы что, начинаете? Вы другой веры, что ли? Не спорный. Вы другой веры? Другой веры? Я атеист. Атеист. Хорошо. Ате означает против. Как ты можешь быть против, когда Бога-то нет? Против кого? Это учительница в школе рассказала, Бога нет. А потом говорит, дети, поднимите кулак и погрозите Богу. А Петя сидит, один руку не поднял. Почему? Понимаешь, я ни во что не верю. Ну вот, ни во что не верю. Это значит разочарованный. Жена тебя бросила. Ты себе жизни не рад. Друзей нету. Нет жены. Я не был женат. Да у тебя не жена, блудница какая-нибудь. Косоглазая. Шлюха. Настоящая жена, это та, которая готова жизнь отдать за мужа. А это ты подкаблучник, безбородый. Я же все. Я вас знаю, вижу. Почему я подкаблучник? А почему? У меня жизнь такая была. Я 57 лет иду сознательно за Богом. До 23, когда Евангелия не было. У меня такая жизнь. Твоя. Знаешь, сынок, где я был, вы там будете. Вас размашут по стенке. А я прошел, как победитель. У меня вышло из печати 38 томов книг, которые Бог положил на сердце подарить в библиотеке мира. И мы до Владивостока до Владивостока дошли, а потом до Лиссабона. Прибалтику, Скандинавию прошли Турцию. Поднять людей, знания их, послужили людей. Я начальник детского лагеря, создал лагерь. 48 лет. Вы не делаете литературой, понимаешь? Вы ничего не сделаете из того, что есть. Меня за слово Божие, я первый в стране архипелагу ЛАГ издал. Я прошел 5 тюрем и лагерь. И все как победно. Ну тогда, за что сидел там? За слово Божие, 190 прим. Я как политзаключенный реабилитирован. Реабилитирован. И вот я когда, я молюсь, камера, камера, 70 человек, ни один не заматерится. Вот как. И чтобы вот так вот горды бащить, а я то другое, там рот не раскроешь. Заткнут грязной тряпкой. Ну, кто как сидел, на самом деле, ручь пошла на то. Понимаете? Вот вы не заняты ничем, поэтому балагурите. Мы встаем в 4.40 всегда. У меня в детском лагере дети всегда вставали в 5 утра. У меня свой распорядок. Это концлагерь, а не детский лагерь, блядь. В 5 утра я буду ребенка. И договорились не ругаться. Ругаешься? Ругаюсь. Ну, а договорились же, чтобы не ругаться. Вот и все. Сам в себя верю. Ну, ребенка поднимать. Да не надо, не надо, все понятно. Да не надо.